Здравствуйте! Первая тема на сегодня – мини-футбол, где МФК Тюмень потерпел первые поражения в сезоне, причем в матчах, где этого совсем не ждали. Нижегородская торпеда сенсационно увезла из Тюмени максимальные 6 баллов. Как это было в нашем сюжете? В двухматчевое противостояние хозяева вступили с заметными потерями. Вне состава по разным причинам остались Сергей Абрамович, Йован Лазаревич, Азиз Муждаков и Денис Суботин. Иван Милованов в заявку попал, но весь матч простоял на скамейке запасных, даже не переодеваясь. В футбол-то команда играем, мы не можем как-то слоняться на нового игрока. Его завтра не будет после завтра. Будем переломать хоть игры сами, значит. Отсутствие лидеров не помешало тюменцам бодро начать. Максим Емельянов открыл счет уже на шестой минуте. Все шло как по маслу, черно-белые атаковали, создавали моменты, но, как это часто случается в спорте, забили торпедовцы. Причем дважды. Сначала Иван Абжорин дальним ударом застал врасплох Лео Гужела. Затем он же отметился ассистом, откатив мяч под выстрел Денису Аширову. 1-2. После пропущенных мячей тюменцы стали чаще подключать к атакам Лео. Однако нижегородцы отбились, а за несколько секунд до перерыва убежали в контратаку. Никита Хромых увеличил преимущество своей команды. Примерно в таком же стиле гости забили и четвертый гол в начале второго тайма. Абжорин вывел на убойную позицию Яника Самплея. Мы знали, что тюмен любит подключать пятую Лео. Старались отыграть от обороны. Ну и забили свои стандарты. Этот гол и стал ключевым. Тюменцы еще долго возили гостей передачами, но даже при игре в пять полевых ничего путного не создали. А вот торпеда вновь вытерпела в защите и снова огорчила черно-белых. Абжорин оформил дубль. 1-5. Первое поражение тюмене в чемпионате. Да еще какое. Оно должно было разозлить сибиряков. Тем более в повтор на матче в Санхозяев после дисквалификации вернулся Сергей Абрамович. Да как вернулся. Сходу оформил дубль. Но даже он не помог черно-белым. Подопечные Иванова вновь доминировали на протяжении всей игры. Вновь забили первыми. Но нижегородцы снова выдержали напор и сумели победить. Денис Аширов, Антон Опер и Абжорин сделали счет на табло. 3-2 в пользу гостей. Следующие матчи Тюмень проведет уже 26 и 27 ноября в гостях против лидера чемпионата России клуба «Динамо Самара». А уже в начале декабря сибиряков ждет домашний этап элитного раунда Лиги чемпионов. Будем надеяться, что все вот эти неудачные матчи команда израсходует до ключевых еврокубковых поединков сезона. Следующая тема хоккей пока очень радует, как Рубин проводит выездную серию в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Буквально вчера команда Дениса Ичменева в Воронеже разгромила местный Буран, дав настоящий мастер-класс по реализации большинства. Смотрим, как это было. Хозяева смогли довольно быстро открыть счет, отличившись уже на шестой минуте. Что ж, одной волевой победы будет больше, решили тюменцы. Егор Назаров запер ворота на замок, а его партнеры ринулись в атаку. Буран за такими скоростями не успевал и много фалил. В итоге уже на десятой минуте в формате 5 на 3 Денис Давыдов подставил пюшку на пятачке, сравняв счет. Во втором периоде воронежские хоккеисты всего дважды нарушили правила, но Рубин беспощадно наказал их за это. Георгий Бердюков и Александр Осипов показали, что не просто так держатся в топ-5 самых результативных защитников лиги. В промежутке между их голами отличился и Никита Мокин, подправивший шайбу после броска партнера. 4-1 ко второму перерыву. А итоговый счет в матче тюменцы установили на 53-й минуте и снова в большинстве. Комбинацию, которую уже можно назвать классической для Рубина, завершил Вадим Хлопотов. 5-1. Напомню, что двумя днями ранее в выездную серию тюменцы начали с булитной победы на НХК Ростов. 2-1. Следующий матч команда Дениса Ичменева проведет 23 ноября. Сыграет в Туле против клуба АКМ. А вот молодежка Рубина пока совсем не радует. Серия поражений Тюменского легиона в чемпионате молодежных кейнолиги длится уже больше 20 матчей. Домашние поединки против Нижегородской Чайки ситуацию не исправили. В первой встрече уже на пятой минуте гости открыли счет. Сергей Дьяконов буквально снял паутину с девятки ворот Станислава Полаева. В середине второго периода Артем Мисников увеличил преимущество Чайки. На что тюменцы ответили сольным проходом Кирилла Абрамова. Затем игроки легиона дважды были близки к голу, но оба раза попадали в штангу. Нижегородцы наказали за расточительность. Отличился вновь Мисников. Я не скажу, что нас надломило. Мы продолжали играть. Мы все играли. Пытались создавать, пытались. Но, конечно, когда не забиваешь. Когда забьешь гол, уже появляется, как говорится, крыленность, появляются крылья. Крылья в итоге появились у лучшего бомбардира Чайки Ивана Мурашова. Он и поставил точку в поединке 4-1. А во вторном матче Нижегородцы и вовсе не оставили хозяевам ни единого шанса на реванш, разгромив их 6-1. Это все новости спорта на сегодня. В студии был Максим Яковлев. Уже завтра порадуем вас свежей порцией интересных событий. До свидания.